Приветствую вас. Откровенно поговорить, конечно, можно, но мне кажется, ключевой момент в том, что, первое, вы нуждаетесь в мужчину, потому что вам почему-то нужны мужского внимания, и вы без этого не можете. И второе, это то, что вы не можете обращаться с болью, и боитесь ее боли. Ситуация здесь заключается в следующем, помните меня правильно, я не имею в виду, ни в коем случае, что нуждаться в мужском внимании не нужно, ни в коем случае. Я просто говорю о том, что вы нуждаетесь в этом, слишком сил, вам этого прямо не хватает. В отношениях нормально получать, и внимание в отношениях нормально получать, и, там, не знаю, тепло, ласку, любовь и так далее. Но этого получают, потому что человек хочет это дать. Понимаете? А не потому что вы этого требуете. Если вы чего-то от отношений ждете, вы становитесь, от них зависимым. И мне кажется, что то, чего вы ждете от мужчин, от отношений, даже, обратите внимание, вам нужны отношения, вам важен именно мужчина, вам, вот вы, обратите внимание на то, как вы строите отношения, да? Как вы строите отношения. На каких основаниях вы строите отношения. Это первый момент. Ну и второй момент, это то, что вы боитесь Бога. Это не умение обращаться с ней, не умение ее просимать, вот, это желание ее, вероятно, вероятно, да, это какое-то желание ее подавить, может быть, скорее всего. Вот, такая потребность ее подавить. Боль. Но, по большому счету, это тупиковая версия, потому что, испытывать боль это нормально, вот, испытывать болезненность это нормально. Важнее то, что вы с этой болезненностью делаете. То есть, если с ней не делать ничего-ничего, если с ней не взаимодействовать никак, от слова, совсем, да, вот, то, на мой взгляд, вы не будете знать себя, как бы. То есть, вы себя не узнаете, вы себя никак не изучите, вы не узнаете про кто вы, какая вы, вот, и, соответственно, как вам с этим жить, грубо говоря. Вот, это, мне кажется, довольно важный момент. Довольно важный стой. Вот, поэтому я предлагаю вам начать именно с этих аспектов, в первую очередь. А дальше, вообще, смотреть по ситуации, вот, смотреть по конкретным моментам, да, вот. Вот, и, вот, вы говорите, что понимаете, что проблема у вас, хорошо, что вы понимаете, что проблема у вас, но только у вас немножечко, способ решения немножечко не туда. Да, вам не нужно гадать, что делать, пытаясь подобрать наилучший вариант, его попросту нет. То есть, вот, ну, вам нужно признать, что наилучших вариантов не бывает. Вообще. Вот, к сожалению. И, какой бы вы вариант не выбрали, какой бы вы вариант не выбрали, скорее всего, вам, ну, будет, там, что-то не нравится, вариант. Вот, и, как бы, ну, сейчас вы можете задать себе вопрос. Вот, сейчас вы можете задать себе такой вопрос. Вот, почему, например, почему я хочу, внимание, мужчина, почему я не внимания мужчин. Вот. То есть, я хочу, чтобы вы меня сейчас правильно поняли, да. Я не имею в виду, то есть, чтобы вы вообще, как бы, не получали внимания от мужчин. Нет. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Получать внимание от мужчины, это здорово. Но делать это внимание, мужчины, это здорово. Обязательным атрибутом, это, мне кажется, прямой путь к зависимости. Ваша зависимость от человека. И если вы, в зависимости от человека не хотите, то нужно, как бы, что-то делать. То есть, нужно, вот, на мой взгляд, с этим работать, вот, в плане того, чтобы, ну, в плане того, чтобы это корректировать. Вот. Вот такая вот история. То, что я могу вам ответить, вот прямо сейчас, с точки зрения психологии и профессиональной психотерапии. Вот. А дальше уже, когда вы увидите, что вам ближе, когда вы увидите, чего вы хотите, когда вы поймете для себя, в каком направлении, в каком направлении вам хочется двигаться, вот, и какая там, например, вы, и так далее. Вот. Ну, так, тогда уже и можно будет смотреть, как поступать. Ну, потому что это, опять же, это, как мне кажется, логично, вот, вполне, вполне, вполне здесь адекватно, как бы, адекватная такая здесь позиция, вот. Надеюсь, что вы со мной, по крайней мере, я не жду, что вы будете согласны со мной. Я не хочу, прям, каких-то таких вот согласен, да. Ну, прям, это немножко, немножко не то, не то. Ну, я надеюсь, что, скажем так, я надеюсь, что пищу вам для размышления я дал. А дальше, как бы, дальше, дальше, ну, я надеюсь, вы сможете решить, как вам действовать, то есть, дальше вы, надеюсь, сможете выбрать и понять, что вам делать, вот. Как бы, такая вот история, вот. Такие вещи, как то, что на мужчинах свет не зашелся и так далее, я говорить не хочу, потому что это не совсем правда, вот, все-таки, ну, мужчины важны, вот, как и женщины тоже, вот. Вот, поэтому обесценивать мы, наверное, все же никого не будем. Вот. Ну, так вот я имею в виду, вот, вот, целенаправленно, да, обесценивать мы, наверное, никого не будем. Специально обесценивать мы никого не будем. А, как бы, работать над тем, чтобы, в какой-то степени, быть, вот, более самодостаточными, например, в отношениях, допустим, с мужчинами же. Ну, это, мне кажется, вполне себе достойная позиция, которая могла бы вам помочь просто быть, как бы, ну, в более защищенном положении. Потому что, ведь, мне кажется, что еще одной трудностью для вас является проблематика личных границ, то есть, ну, от деления себя от партнера. То есть, вот, где я, где я, где партнер. Вот. Когда внимания нет вообще, вам больно, тяжело. Вот. Когда внимания много, вас это тоже душит. Вот. И это правда. Потому что, ну, действительно, 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 может быть перебор в активности мужчины. Это нормально. То есть, как бы, человек может не знать, как нужно вам. Да, то есть, человек может не отдавать себе отсчет в том, как нужно вот, ну, с вами, с вами там, допустим, взаимодействовать, да. Да, человек может не отдавать себе отсчет в том, как можно, сколько вам нужно, там, не знаю, внимания и так далее. Вот. То есть, как бы, это нормальная история. Важно, чтобы вы умели грамотно это доносить. Что такое грамотно? Доносить, да, грамотно, именно вот. Грамотно. Это доносить так, чтобы человек пользовался. Вот. Чувствовал. Да. Чтобы человек ощущал, что вот сейчас, допустим, речь идет, там, про, ну, по правов, про то, что вам важно. И так далее. То есть, это, оно вот... Такой, примерно, примерно, примерный момент, такой, примерно, аспект. я хотел бы озвучить вам вывод. Надеюсь, что у меня это сделать получилось. То есть, у меня говорят нет или у меня говорят да. Тогда, когда вам этого хочется, это важно. Это часть отношений, это часть взаимодействия между людьми. Но есть, конечно, сложность в том, что, условно говоря, не всегда это поощрается. Не всегда нам позволяют это делать. И женщины воспитываются в таком стиле, что мужчина либо должен догадываться обо всем сам, либо значит, ты не можешь у него ничего просить. А мужчина воспитывается в таком ключе, что либо я должен все сам, вообще все сам, и не могу проявлять никакой слабости, никакой вязимости и прочее. Либо женщина, это просто вот прислуга на кухне, да, соответственно, я просто что хочу, это уберу. Вот как бы то есть, ну, перекосы, конечно, я хочу, чтобы вы понимали, что это перекосы. Но, к сожалению, к сожалению, к сожалению, к большому к сожалению. Эти перекосы, они, ну, не на пустом месте, к сожалению, возникают. Вот. И отправляют очень много жителей, вот. Поэтому хочется, хочется помочь вам. Хочется, хочется помочь, хочется как-то вот, дать вам какие-то ресурсы. Чтобы это сделать, мне кажется, нужно получше осознать. Чтобы это сделать, мне кажется, нужно, ну, преследовать вас. Вот. Чтобы вы сами себя можете преследовать. Вот. И тогда, возможно, история будет куда лучше. Вот. Сейчас пока что это довольно, ну, правда, довольно грустно сейчас что все выглядит. Вот. Сейчас такая вот история. Ну и боль вам, мне кажется, нужно помочь, помочь, научить, научить вас проживать болезнь. Вот. Не бояться боли. Потому что, так или иначе, боль будет, и отношения невозможны, невозможны без боли, и рост невозможна без боли. Вот. Это не значит, что мы должны боль культивировать, ни в коем случае, ни в коем случае. Вот. Но если она происходит, если она появляется, то важно не бежать, как бы, ну, ну, важно не бежать от нее. Вот. Важно не стараться как-то вот ее игнорировать. Вот. А важно стараться, значит, раскрываться. Вот. Раскрываться, ну, максимально, максимально. Понятно, что это получается, но максимально можно раскрываться. Вот. Такой ответ. Примерно хотел вам дать. Вот. Аааа. Значит. На этом все. Буду благодарен вам за отклик на него. Это может послужить началом вашей работы над собой. Желаю вам всего доброго и удачи.